В Якутии продолжается нашествие лошадей. Животные ходят по городу без присмотра и создают помехи как на проезжей части, так и на пешеходной зоне. В социальных сетях то и дело появляются видео с животными. В ситуации разбиралась Сарглана Захарова. Лошади прямо в центре города стали привычным явлением для жителей Якутска. Еще весной в просторах интернета начали появляться видео с животными, свободно разгуливающими по проезжей части и пасущимися на площадях столицы. Горожане разделились во мнении. Кто-то считает, что табу на улицах представляют угрозы окружающим, а другие с юмором отнеслись к такому соседству. Животные все же представляют опасность не столько окружающим, сколько себе. В Якутске участили случаи наездов на лошадей. Нередко они заканчиваются весьма печально для всех участников происшествий. Но почему службы не могут убрать с дорог безнадзорных животных? Мы попробовали найти ответ на этот вопрос в департаменте ветеринарии Якутии. Владельцы, согласно статье 18 закона о ветеринарии, за здоровье и хозяйственную деятельность, связанную с животноводством, несут владельцы и животных. Также еще по гражданскому кодексу на владельцев распространяются имущественные права на животных. Поэтому все, что связано с животными и их деятельностью, ответственность несут владельцы. Таким образом, закон не предусматривает определенных действий в отношении бродячих лошадей, как это происходит, к примеру, с собаками. Службы в силах только воздействовать на владельцев животных, чтобы те, в свою очередь, убрали их с улиц. Однако для начала заводчиков нужно установить. В случае с прижившимся в городе табуном, это оказалось нелегкой задачей. Те лошади, которые на сегодняшний день по городу Якутии гуляют без тавра, их невозможно определить хозяев и принять какие-то меры. Основные лошади, которые имеют тавру, хозяйство, они более-менее так, соответственно, со своей стороны относятся и держат более-менее так отдаленно. Тем более, что в прошлом году вышел указ руководителя региона о табуном коневодстве. Пастбища должны находиться на расстоянии 15-20 километров от населенных пунктов. Сейчас вопрос с бродячими лошадьми решают в профильных ведомствах республики и столицы. Один из вариантов, к которому они склоняются, если хозяева так и не объявятся, то животных придется отловить и передать организованным сельским хозяйством. Саргалана Захарова, Григорий Охлопков, Наталья Никитенко, Инна Касаха, Якути.